сшивать такие детали я рекомендую теми хвостиками которые у вас остаются при смене цвета если вы четко следуете четко вяжете по программе к не стали для дизайна неважно у вас каждый раз хвостики будут оставаться с одной стороны если вы себе сделали вот такой алгоритм нарисовали полоски разложили все идет по одной схеме то вас каждый раз хвостики вот показываем второй детали остаются с одной стороны с одной стороны у вас хвостов нет с другой стороны вот их великое множество и вот эти хвостики являются отличным материалом для сшивания полосок сшивать можно любым удобным для вас способом раскладываю самое главное перед тем как сшивать убедиться что у вас полоски со стыкуются стыкуются что вы нигде не ошиблись детали это разные вы вязали их по очереди и посмотрели убедились что они все четко совпадают все наши полоски идут одна из одной берете хвостики которыми у вас все это с одной стороны разлохмачено каждый хвостик соединяете этим хвостиком соединяете детальку отличный способ для того чтобы ничего не было видно потому что берем готовую деталь когда я растягиваю полотно никакие посторонние цвета не торчат сшивать можно очень плотно иногда перетянутым про перетянутая часть вообще сейчас не говорю когда рыхленько сшивают есть моменты такие очень неприятные шов выглядит неряшливо но при таком способе соединения даже если у вас будет какая-то рыхлость не будет торчать посторонний цвет гораздо гораздо аккуратнее и качественнее будет смотреться ваши живо 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 И.